МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Любовь к спорту заложена в ней на генетическом уровне. В 88-м году её родители стали чемпионами Олимпийских игр в Сеуле. Мама Ольга даже дважды в беге на 400 метров и в эстафете 4 по 400 метров. Папа Виктор в эстафете 4 по 100. А через год в семье Брызгиных появилась дочь Елизавета. На следующей Олимпиаде в Барселоне 92 мама Оля повторила золотой успех в эстафете и добыла серебро на 400-метровке. А спустя 20 лет на играх в Лондоне дочь Лиза добавила в семейную коллекцию и свою олимпийскую медаль – бронзу в эстафете 4 по 100 метров. Волевая, бескомпромиссная, харизматичная и обаятельная легкоатлетка Зелезавета Брызгина – героиня нашей программы. Знак зодиака. Стернет. Животное. Пантера. Наверное, меня даже так мама называет. Цветок. Ну, мне нравится, очень орхидея на дома есть. Девиз. Я всегда за то, что нужно все делать красиво. Зная, как не легок спортивный путь, родители вовсе не стремились навязать его дочери, даже наоборот. Лиза выбрала его сама. Как-то в три года мама с папой взяли ее с собой на стадион в родном Луганске. И тренер говорит, ой, какая у нее стопа прекрасная, будет опять спортсменка. Говорю, да нет. Говорю, мы, наверное, танцы ее отдадим или еще куда-нибудь маленькая. Тогда уже он определил, что как бы гены все-таки есть. Она была такая сложена, такая вся худенькая, тоненькая, миниатюрненькая. Ну, как бы так вот. А потом стала подрастать и сама уже стала там выигрывать какие-то школьные соревнования. Мне нравилось просто как бы там тусоваться. Всякие были эстафетки, такое было все интересное. Я там, конечно же, все выигрывала. Первые соревнования были у меня, я бежала 60 метров в Манеже. А потом сразу бежала 300 метров в Манеже. Там проиграла, потом догнала, упала с виража. Еще там и у многих взрослых выиграла, тем не менее. Спортсмена, конечно, для меня был большой стресс. Вот так прошли мои первые соревнования. Коронная дистанция легкоатлетки Елизаветы Брызгиной 200 метров. На ней она добыла все свои главные награды, в том числе и серебро чемпионата Европы 2010 года в Барселоне. Когда была юниоркой, бегала в основном 100 метровки, но потом переключилась на 200 метров и поняла, что на этой дистанции чувствует себя гораздо комфортнее. 100 метров мне как бы не хватает, наверное, немножко взрыва. Я такая бегу всегда вторую половину. Поэтому 200 метров для меня удобней и приятнее бежать. 400 не люблю, бегаю зимой, не люблю, как бы у меня, наверное, такой характер более спринтерский. 400 нужно терпеть. И работать терпеть, и на соревнованиях такой большой стресс, 400 метровка. Поэтому 200, как бы я, когда бегу 200, я им наслаждаюсь. Ее, скажем так, это ахиллесовая пята, что со стартом у нее уже много лет немножко, скажем так, неполадки. Поэтому 100 метров и это не ее дистанция, потому что на 200 метров она успевает потом раскатиться, включить свой там амплитудный, хороший, широкий бег и догнать и обогнать соперниц. Но на 100 метров это такая слишком скорречная дистанция и не успевает. Ну да, такая проблема существует у нее. Теперь в списке беговой дистанции Брызгиных есть достижения на всевозможных спринтерских дистанциях от 100 до 400 метров и в эстафетах. Я, например, говорю, ну 400 метров, говорю, да что, ну на 200, говорю, огромнейшая конкуренция в мире и в Европе. Ну, как-то вот ей понравилась эта дистанция, так между муж 100 бежал, я 400, она вот выбрала 200. Ну, конечно, красивая дистанция, очень зрелищная, и как бы у нее это получалось всегда, эта дистанция. Вот, и высокий результат, я считаю, все-таки у нее на этой дистанции. Любимый цвет? Ой, лиловый, фиолетовый, такой поклажановый. Любимое время года? Осень. Теплая осень. Страна? Италия, Франция нравится, Словения. Но пока свою главную олимпийскую медаль Елизавета Брызгина добыла именно в эстафете 4 по 100 метров на Олимпийских играх в Лондоне 2012 года. Вместе с Марией Ремень, Кристиной Стуй и Алесей Пофх они финишировали третьими с результатом 42,04 секунды. С новым национальным рекордом Украины. Победительницами эстафеты тогда стали американки, вторыми были представительницы Ямайки. К нам все пророчили и ждали от нас именно бронзы. Все понимали, что золото, серебро, ну, Ямайка, Америка на 5 голов у нас сильней. Попали в финал, там все хорошо, отлично. И потом вот уже накануне финала очень сильно переживали, общались там друг с другом, что, как, как там себя вести, потому что это для всех была мечта, олимпийская медаль. Мы-то там были как никогда, все готовы, стали третьими, прошли соревнования, еще вот неделя, как-то просыпались и не понимали, это сон или действительно так, все, медаль лежит на тумбочке, значит, все отлично. Когда мы по скайпу с ней общались, я говорю, да очень-очень в тройку лидеров, тяжело попадать. Она говорит, мама, у нас получится, поверь мне, мы должны быть в тройке и мы будем в тройке. И вот они стали, конечно, в тройке, этот прекрасный ее финиш четвертого этапа. Ну, там девчонки все шикарно бежали, все. Через год после лондонской олимпиады в допинг-пробе Елизаветы Брызгиной был обнаружен запрещенный препарат анаболичный стероид Драстаналон. Она была дисквалифицирована на два года. С наказанием легкоатлетка согласилась, хотя и заявила, что сознательно не принимала ни одного препарата. У Лизы хватило мужества достойно пережить дисквалификацию и вернуться в большой спорт. И не каждому спортсмену это по силам. Любому спортсмену тяжело переживать дисквалификации. Некоторые спортсмены, конечно, и четыре года переживают, но это совсем тяжело. И ей, естественно, тоже это было непросто, потому что заставить себя выступать, когда ты не можешь... То есть заставить себя тренироваться, получать серьезные нагрузки, когда ты понимаешь, что ты не имеешь права выступать на соревнованиях, это, конечно же, тяжело. И за эти два года она, конечно же, немножко из формы вышла. И когда они начали готовиться, я знаю, как Си Михалыч Рурки, ее тренер говорил, что достаточно тяжело было начинать. Но, опять же, только благодаря своему характеру она опять, вы видите, что она выходит на свои лучшие кондиции. Счастье У меня в планах дом. И вот, наверное, это все и есть счастье построить дом, пригласить своих родителей, гостевать, жить. Любовь Любовь, наверное, показывают в таком, что готова защитить человека, идти, отстоять, там, не знаю, все права. Не люблю Страшно не люблю несправедливость, если кто-то что-то говорит, какие-то вещи, которые не являются такими. Я очень завожусь, полуоборота начинаю ругаться, кричать, такого плана. Елизавета Брызгина – пример для подражания у юных спортсменов. Ее умение собраться и выложиться в забеги на полную восхищает. А хорошей спортивной злости можно только позавидовать. Очень сильная психологически, морально, физически спортсмена. Все, как бы сказать, не вдохновляются. Я даже не знаю, как подобрать это слово. Все восхищаются, как она умеет себя заводить на соревнования, как она умеет все вытащить себя. Мне уже много раз тренер приводил ее в пример. Вот смотри, а как Лиза, Ализа, Ализа, смотри на нее, вот учись у нее. Действительно, это очень опытный, взрослый и с большими достижениями спортсмен. Лиза, конечно, отличается действительно каким-то таким очень сильным спортивным характером, желанием. Она дается, я знаю, на тренировках до последнего. Она очень хороший друг, я знаю. Я вижу, как она поддерживает и девчонок других по команде на соревнованиях, и Настеньку, свою младшую сестру. Лиза не всегда была дисциплинированной спортсменкой. Подросткам часто нарушала режим. После соревнований убегала в ночной клуб потанцевать. С возрастом остепенилась, появилось больше ответственности. Но все равно остается девушкой с перчинкой. В этом ее шарм. Сейчас, наверное, уже с возрастом стала такая семейная. О детях пока что не задумываюсь. У меня есть собачка, Шпиц, Беня. Я когда долго в Киеве сейчас, я редко, постоянно на соревнованиях, на сборах приезжаю. С ним тискаюсь, молодой человек у меня есть, который следит за ним. Дима. Думаем уже узаконить наши отношения. Может быть, построить дом. Любимое блюдо. Люблю суши. Очень люблю готовое кейс, наверное, каждый день. Коронное блюдо. Салат такой много зелени. Утку, филейную часть, я так ее тушу в вишневом, в вишнях, там в малине, в такой ягодной подливе. Все это выкладываю. Вот, наверное, последнее время постоянно ем этот салат. Любимый напиток. Пью всегда напитки со льдом. Люблю мохито, хорошо подготовленное. Но в конце сезона, когда все получается, могу попалывать себя хорошим шампанским. Украинские легкоатлетки все как на подбор. Красавицы, сошедшие с обложкой журналов. На соревнованиях всегда ухоженные, с макияжем. Лиза не исключение. Ольга Брызгина гордится стильной дочерью и где-то жалеет, что в ее времена все было по-другому. Не было у нас такой индустрии, красоты. Да, американки выходили, мы действительно смотрели на них, блин, такие красивые. Все такое. У нас как-то, знаете, в Советском Союзе. Вот. Хвостик завязал и вперед. Пока спорт занимает все время, Елизавета и кулинария, пожалуй, ее единственное хобби. А еще общение с друзьями и родными, отдых на природе. Я не рисую, не пою. Иногда ходим в караоке с подружками, но это такое. Все ждут, когда мы оттуда уйдем, потому что пою я плохо. Люблю танцевать. Люблю встречаться с друзьями, делать какие-то там пикники разные у нас, походы. С палатками даже несколько раз так сплавлялись на надувных таких лодках. Любимые фильмы. Нравятся фильмы Квентина Тарантино. Любимый актер. Люблю Дензела Вашингсона, все его фильмы. Любимая актриса. Кейт Бланшетт мне очень нравится. Любимая музыка. Люблю Риану, исполнительницу, ну и нашу там обсор. Чем будет заниматься после завершения спортивной карьеры, Лиза еще не определилась. Многие ее подруги стали тренерами по фитнесу. У нее планы более глобальные. Может быть остаться в сфере спорта, или тренером именно как бы рабочим, или может каким-нибудь спортивным чиновником. Раньше тоже, когда была такая молодая, думала, может быть пойти в политику. Но с возрастом понимаю, что мне там делать нечего. Я, как и мама, очень, не знаю, честная и справедливая. Она выделяется. Это не только, как я мама говорю, ну так говорят друзья мои. Когда вот ее видишь, она говорит так. Ну она такая у меня очень светлая, очень справедливая, очень справедливая. Иногда за свою справедливость может и где-то пострадать. Что-то там высказать, может быть. Но очень-очень такая вот, знаете, она мне напоминает в молодости. Бескомпромиссная. Но пока Елизавета Брызгина живет спортом. Набирает свою оптимальную форму и готовится к Олимпиаде в Токио 2020. Здесь у нее две мотивации. Во-первых, никогда не была в Японии. Во-вторых, олимпийских медалей много не бывает. Пора бы пополнить семейную коллекцию. Хочет выступить в эстафете и, возможно, в личном виде. На своей коронной 200-метровке. Взрывная, где-то резкая, агрессивная, но честная, справедливая и нетерпящая лжи. Грациозная пантера. Украинская легкая атлетика обязательно добьется намеченной цели. Редактор субтитров А.Семкин